Обычные советские пятиэтажки. Именно здесь в своем большинстве живут люди пожилого возраста. Свободное время в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу многие из них проводят дома в целях профилактики. Этим-то и решили воспользоваться злоумышленники, предлагая пенсионерам якобы запись на бесплатную вакцинацию от гриппа. В городе Барановичи местная жительница 90 лет открыла дверь двум женщинам, которые пришли к ней, находясь в медицинских защитных массах, и предложили ей бесплатно записаться на вакцинацию против гриппа. Но мы с вами прекрасно понимаем, что пожилые люди, они немножко более другой формации, они такие более добродушные, открытые. Они, как правило, проводят незнакомых людей, в том числе, в свое жилище. Этим и воспользовались данные посетительницы. То есть, когда они прошли на кухню, одна из женщин сделала вид, что записывает бабушку на бесплатную вакцинацию, а вторая в этот момент вышла в коридор. Лжемедики ушли, а вместе с ними и деньги из кошелька 90-летней женщины. К сожалению, такую схему мошенницы смогли провернуть не единожды, как не единожды за это время были обмануты доверчивые пенсионеры. Злоумышленники пошли дальше и стали предлагать так называемое снятие порчи в качестве защиты от болезней. «Приходят незнакомые женщины, элементарно просят просто попить воды. Ну, понятно, что, мало ли, вдруг человеку стало плохо, человек, который открыл дверь, проведет этого посетителя, предложит ему воды. Ну и увидели, как правило, на столе находились лекарства, после чего спросили, вы себя плохо чувствуете, у вас плохое состояние здоровья, я могу вам помочь. На что наши жертвы соглашались, и после чего начиналось все по одному и тому же сценарию. Целый ритуал по снятии порчи с использованием постельного белья и полотенца. После того, когда лжеколдуни уходили, наши потерпевшие обнаруживали пропажу и денег, и в том числе ювелирных изделий». Потерпевшие дают показания, продолжается поиск подозреваемых. Однако эти истории должны послужить хорошим уроком как для самих пенсионеров, так и для их близких. Еще с малых лет взрослые нас учили, дверь незнакомым не открывать. И не зря, сейчас общение с посторонними лучше свести к минимуму. Прежде чем пускать незваного гостя на порог, убедитесь, тот ли он, кем представляется на самом деле. «Узнайте, зачем пришел этот человек и с какой теле. Если, например, он представляется, что это социальный работник, который пришел оказать вам помощь, например, в приобретении продуктов или лекарств, спросите у него фамилия, имя, отчество и обязательно удостоверение. После того, когда человек представится и покажет вам глазок удостоверения, вы можете обязательно уточнить, действительно ли этот человек работает в данном предприятии. Элементарно спросите номер телефона у человека, который за дверью, позвоните и уточните, действительно ли этот человек пришел к вам с благими намерениями. А уже после того, когда действительно это окажется добропорядочный человек, который действительно захотел вам оказать помощь, тогда можно уже разговаривать». Анастасия Нездрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.